В целом, я три дня назад поехала на следующую работу на печатник в Шерфон-Кроно и поняла, что сейчас печатать ничего не стоит вообще. Потому что бумага сильно-сильно подорожала, ее сейчас не будет, и плотно-плотно бумаги точно напечатать не стоит. Свои запасы беречь и беречь. Возможно, стоит вообще уходить на непечатанные методы. Скажем, в месяц, возможно, все будет. С чего вы начали? Все распечатывали в месяц на 50-30. Вот мы видим то, что повешено здесь на стенках, и раньше мы печатали, допустим, большие-большие баннеры с расписанием. Они тут были на платной бумажке. Когда ко мне в первый раз приехал в УССС, такой, вот, мне нужна эта карта распечатать. Я такая, а я знаю этих ребят, это же Ком-Кон. И предлагала их тогда напечатать подешевле и, возможно, подольше. Там была задача, например, напечатать небольшой баннер. А так как она ловила метод, чуть-чуть, и чуть-чуть побольше. Мы напечатали формат еще чуть-чуть побольше. Чича же мне сказали, мои друзья с работы, что мы не можем тебе продать плотную бумагу, потому что ее и так очень-очень мало, и я напечатала все это как чертежей. Это, кстати, большой будет плюс. Можно... Если на больших листах нет каких-то сложных рисунок и всякого такого, можно прийти, попросить, вот, напечатайте на плотере, который для чертежей. Они достаточно часто имеют хорошее качество печати, и это выходит намного дешевле. Но там ЧБ исключить. Нет, есть цитные плотеры, они все струнники, они тоже достаточно хорошо печали, но довольно-таки есть свои нюансы. То есть только тонкая инженерная бумага, но практически вся широкоформатная печать – это рулонная. И я в целом всегда удивлялась, почему люди составляли эти листочки вместе, потому что у нас же есть рулоны. Вся печать, она, как бы, на рулонах. Можно было бы делать так. Вот. Возможно, какая-то система отказа начинает. Ну, кстати, да. А черно-белая, кстати, печать, она намного дешевле. Она совсем-совсем дешевая. У нас, например, долгое время бурила цена 50 копеек за погонный сантиметр. Поэтому люди очень часто приходили в лекалы печатать. И очень много руляков почему-то об этом не знают. То, что можно там карты черно-белые печатать вот такой простыней, они дешево будут выходить. Ну, там, типа, 2 метра 200 рублей. Почему бы и нет? А они озвучивают готовые какие-то «хотим», «на 120-й», «мелованный» или «прикладчиков с задачей»? Очень редко люди приходят с готовым делом, потому что очень мало людей понимают, как оно должно выглядеть. Очень мало людей сталкивается с печатью, типа, вот, я знаю, что вот такой, 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 это мне точно подойдет. Ну, и ты уже, примерно имея опыт и понимая, как хорошо что-то выглядит, выбираешь какую-то плотность бумаги. Например, грамоты, да, действительно. Это 300 грамм или 250 грамм, неловко. Какие-то вот таблички, допустим, они удобнее на плотной бумаге, но какая-нибудь «120-ка». Мне вполне хватит ее, она не слишком тяжелая, поэтому ее легко приклеить. Какие-то такие нюансы. Вообще, формат круглого стола, я надеюсь, что мы сможем обсудить это все, если у вас есть свой опыт, свои вопросы. Нет, давай тему тогда. То есть, тут заявлено все довольно широко, полиграфия. Да. Я, как мастер ролевой игры, да, как бы большие простыни, ну, не уверен, что я печатаю. Мне нужно печатать, а сколько-то карточки массово. Кстати, да, у меня про них немножечко есть. Да. Как бы, ну, короче говоря, смотри, я печатаю чипы, а сколько-то карточек. Да. Мне было бы неплохо напечатать правила, ну, неким таким значимым киражом, который не очень удобно печатать на принтере. Да. Как бы, ну, и вот, вот моя полиграфия. Еще мне нужно, как бы, сделать такие черпежи, ну, это то, что вот, где ты ее можешь почистить. Ну, тоже большая аскольдокарочка, да, которая при определенных условиях увеличивает тебе, ну, как бы, изменяет тебе свойства объекта. Вот, про последний пункт это довольно сложно и очень специфично. Нет, я знаю, как это сделать, вот, как без науки. То есть, я беру ламинированный лист бумаги, на котором напечатано то, что мне надо, и заклеиваю этим плотным цветным скотчем. В какой-то момент, кстати, да, про скотч я долгое время не понимала, потому что, вот, например, даже если ты приходишь в типографию с ламинированных листочек, это довольно часто стоит дорого. И если ты приходишь в типографию со своей ламинашкой, просишь прокатить, чаще всего за это, ну, в ламинаторе, чаще всего за это даже денег не берут. И я так уменьшала стоимость печати где-то на несколько тысяч, потому что, вот, например, на «Сердце бури», по-моему, я печатала, там было чуть-чуть аскольда карточек, и нужно было их сразу зоминировать, потом уже ребята бы их заклеили изолентой. Так было бы проще. Я просто купила за 300 рублей на «Озоне» пачечку ламинашки, самой тонкой, самой дешевой, она, как бы, все равно надолго не нужна. У меня дома есть ламинатор, ну, или там, на работе, постояла, позакатывала. В целом удобный вариант. У меня была идея, как можно это сделать, но я не до конца разобралась с тем, как. Есть же принтеры, которые выпечатывают для лотереи продукцию, и там как раз вот эти стираемые слои. Было бы прикольно, если бы были такие, ну, такая краска, которую можно было бы просто найти. Когда есть? Она продается на Алиэкспрессию? Ну, я не знаю, насколько она требовательна к тому, чтобы ее запекать, допустим, или как долго она сохнет. Ну, нет, она вот переносится вот таким образом, типа. А, прикольно. Я, кстати, видела еще метод с замазкой. Он тоже неплохо стирается. А вы ли именно эксперименты с этим? То есть разговоры об этом идут с момента того, как аскольдокарточки стали довольно применены инструментом. Вот именно там, чтобы это... Я знаю носителя знаний, который тебе расскажет, где и что купить. Просто я на этом не знаю, но не пробовал. Пробовалось ли это вводиться на игру, где это действительно широкий механизм, и сказать, что это действительно становится там дешевле, чем там мастера, игротехники заклеивают там 4000 карточек вручную? Смотри, я в таком большом масштабе этого не видел. Я видел, как это применяется на конкретной игре, но она маленькая, там на 10 человек. И там был изготовлен тираж этих карточек, она прокатывалась несколько раз. Применялась вот эта вот технология, которая стречит, которая стирается туда. И как бы это работало. Ну, то есть там, в зависимости от твоей специализации, ты открываешь нужный кусочек и смотришь, какая там информация. Носитель знаний. Носитель знаний, это Некровсё из Рыбинска, Арнольд Швиценеггер в ВКонтакте. Он вам об этом подробно расскажет и скажет, где купить. Стоит это каких-то совершенно копеек, да, и получается довольно много. Любое, спасибо. Как раз хотел бы это спросить, потому что у меня этого нет. То есть это, ну, как бы, по крайней мере, это круче, чем заклеивать изолент. И намного быстрее. Ну, тут нужно, там, раз у нас круглый стол, есть мнение, что, несмотря на то, что это уменьшает, ну, в теории уменьшает трудозатратность подготовки этого материала, возможно, в процессе игры это, наоборот, становится менее удобным механизмом. Потому что аскольдокарточки, как правило, используются для, ну, там, в первую очередь, медицины. И медицина подразумевает, что закончился экшен, да и без всяких подручных средств, ну, то есть там, ногтем подцепил изоленту, прочитал. Все-таки вот эта вот краска, она требует, там, либо ее стирание тем же ногтем, ну, я знаю, на батареях это плохо получается, либо монетки, ну, и так далее. Что, возможно, там, это в процессе игры, ну, становится такое, что, там, игрок, там, потер, потер, там, не знаю, она намокла еще чего-то, что-то пошло не так. Ладно, конечно, ну, тогда, возможно, это можно решить тем, что в волослайсах сразу же выдается какой-нибудь, не знаю, мини-шпать или еще что-то. Ну, может быть. И оно всегда носится с собой, это же, правда, сделать ее сразу на веревочке, в браслете, допустим. А, у меня вот это, да, про карты на черный отряд. Это было довольно забавно, потому что, ну, я сама предложила помощь, по-моему, и за черному отряду я напечатала 35 тысяч карточек. Никому не пожелаю этого ада, потому что я специально к черному отряду взяла отпуск и по итогу проводила на работе времени больше, чем если бы у меня отпуска не было. Я сидела и их не печатала. Ну, благо, они были черновелые, это значительно удешевило весь процесс. Покупала еще сама бумагу и ее привозила, чтобы на ней печатать, чтобы тоже удешевить процесс. Потому что все полиграфии берут еще плюс на оценку, там, допустим, за бумагу. Люди, ну, некоторые полиграфии позволяют принести свою бумагу, это можно уточнить. Вот. И мне значительно простила жизнь, когда я все карточки сделала размером 5 на 9 и запустила их просто размером с визитки, и на резаке для визиток пошла и пожарировала. Потому что у меня на работе есть, ну, на бывшей работе была гильотина, но гильотина, к сожалению, вещь непрактичная, потому что она режет кривые косы. И игральные карты, допустим, которые мы делали вначале, они получились довольно кривые косы. А какие-то такие автоматические резчики позволяют сделать ровнее. Я попыталась также эти карточки заламинировать, и это получилось прикольно, но очень долгое, и их было очень мало. Да, да. Есть вариант, когда вы печатаете, просто ламинируете, и потом его режете. Есть вариант, когда вы напечатали, вырезали, заламинировали, и потом еще раз вырезали. И печать золаминировали, заклеили, и сначала вылажали, просто экспрепация и намокнут. Это более долгое же, чем вечно. Она делает все довольно долго, очень сложно. Я делаю еще бельмачку. А, бельмачку, а, бельмачку, полу, убил, наверное, две недели с выходного времени. Долго, невкусно, не надо. Если есть вариант, когда тебе это делают на автоматизированном, то это нормально. А в данном случае все вырезать довольно неприятно. Даже если что-то есть, вырезать, то есть, неоживой, или гильотина. У тебя есть стопочка ламинации, ты кладешь все ровненько так, чтобы все вырезать, потом ты отрезаешь ламинацию, в которой уже впаяны карточки, так, чтобы ничего не показалось. Но все равно для меня, например, видны перекосы в миллиметры существуют. Это не очень красиво. А про... Я говорила про черный отряд в первой карточке. В итоге мы все равно все не успевали. Часть заказали в... Как мне называется? МП или что-то такое. Знаменитая типография. Это по Гринту? Да, да. У Питера есть прям полный. Но она берет намного дороже. За что, непонятно. У них только, по-моему, были резидные размеры. Мы делаем точно так же. И на удивление, в Москве очень-очень много полиграфии, но у них примерно схожие цены, но нет в них где базы, к сожалению, чтобы... базы данных, чтобы сравнивать цены в разных таких... в которых там, типа сроки, время, деньги. Вот это вот все. Но они же еще и планы, но это не какая-то данность, да? Чаще всего очень сильно зависит, за сколько вам сделают заказ, от того, насколько загружены цены. Практически показывает, что месяц просто тратить неделю на натуральном пресерчестве этого дела, то есть там вот хотя бы 10 раз, это очень-то вительно, потому что через архитектурную почту там получаются такие разноформатные данные, которые приходится собирать, и которые будут поменяться в любой момент. Да, и это все проверяется только на личном опыте. Но есть, например, у нас контора, в которой мы печатали к маневрам на таганке, по моему, полиграфия, она, на самом деле, всегда делает очень быстро, очень круто и достаточно дешево. Если бы я в какой-то момент не пошла в тот же сыр, то мы бы, скорее всего, там и продолжали печатать, чем мы будем, наверное, с ним тверконтакт. О, мне прям понадобится, скорее всего, такие вот догадки неудобные. Ну, там рядом с таганкой, по-моему, площадь Ильича и вот куда-то, куда-то привыскает. Какая вы сейчас, не просто работаете с полиграфией, то есть... Я уволилась уже оттуда, у меня опыт 3,5 года. Мне кажется, интересовали именно самостоятельные сведения по поводу расходников или цен на краску, бумагу и тому подобное? То есть, хотя бы, понимаете, насколько сейчас это стало дороже? Ну, я как раз это начала процентов на... Ничего. Процентов на 30 точно. Все стало дороже. То есть, я в сердце цифры... Не печатайте нахладную бумагу. Ну, и пределить, что вдвое по однему цену вот прямо сейчас, на эту неделю. Я вот со своими бывшими коллегами говорила, они сказали, что выкупили вообще все, что было на складе, и больше вообще ничего не будет. Я смотрю вопросы, за вами чуть позже, когда сформулировал. Хорошо. У меня вопрос. Как сейчас печатать листовки? Про Мити. Вообще, это не казисто довольно выглядит, но можно выиграть дизайном и напечатать их на обычной мелованной бумаге. Обязательно. Ну да. Но свет можно сделать? Да, можно. Проблема цены именно в том, что нет бумаги. Скорее всего, с тонером тоже будет проблема, потому что очень много оригинального тоже как раз на европейском рынке. Но очень много дубликатов и пародий делается в Китае или даже, возможно, у нас. И с этим можно еще как-то обыграть. То есть сейчас актуальная задача, чтобы снизить стоимость печати, надо иметь свою бумагу или умерять аппетит и печатать на обычной. Да. В целом так. И вообще уходить от печати. Ну, понятно. Министерство возможно. Умы, да. Мне очень интересно, что в целом случится с печатью. Потому что у нас вокруг сейчас очень много бумаги. И сейчас этого станет резко меньше. Люди от этого будут уходить. Ну, да. Придется как-то это перераспределять. Жутко интересные итоги. Какой выход в итоге? Да. У меня, собственно говоря, вопрос такой, что в свое время я не нашел на рынке адекватного решения, даже не с точки зрения, о том, что я сейчас расскажу, даже не с точки зрения цены, как бы был готов заплатить. Просто за счет того, что типографии за это не брались. Задача стояла так, что нам нужно достаточно красивые монетки. И сделать монетки чеканкой это баслословно дорого. Плюс, если это огромный тираж, можно пытаться договариваться с госзнаком, не странно. Если это тираж для игры на 100-300 человек, то чеканка выходит абсолютно дорого. И это исключительно там фишка, что если вот прям вообще душа горит к этому, не жалко никаких денег, это можно сделать. Ну, за счет кустарных производств. Поэтому логично представлялась задача делать монетки напечатанные. И тут вставал основной вопрос, что нестандартная резка, например, круглой монетки или там восьмиугольной монетки, я не нашел ее решения на рынке. Есть ли сейчас какие-то? А, когда бы это было? Ну, это было, не знаю, там, лет 10 назад. А, когда еще лазерных плоттеров не было. Ну, да, сейчас это еще не было. Да, сейчас у проблемой рыбки она гораздо сложная. Да. Причем именно простая, то есть, у круглой рыбки, она как раз на сравнении с ней тишва, по сравнению с более фигурной. То есть, возможно, в месте с вашим шамонитом это говорит о том, что потом нужно будет вручную это переклеивать. А лазерную резку с гравировкой, например, из листовой какой-нибудь жести или латуни сразу и вырезаешь монетку, и выжигаешь над ней изображение. Но это тоже, наверное, дорого. Но зато ты получаешь сразу готовый продукт, и с ним ничего не надо делать. Ты условно отдал макет в одну из сотен возможных таких лазерных студий в Москве, например, и тебе сделали в какие-то понятные сроки. Но еще у нас довольно много друзей, которые являются ремесленниками, и свои лазерные студии. Не исключено, да. На настольном, который стоит типа 100 тысяч рублей, вполне такое можно делать. Это долго будет. Весь дом провоняет. Но можно. Вот еще вопрос сказать именно о изображении модели, то модели, так называемые газеты нереаксиадные, то есть это самый такой дешманский вариант. Какого формата это? Какой ширина бывает ровно, чтобы понимать доступный формат, например, для прошуров или чего-нибудь такого? Я не совсем на печати, практически не знакома, но если печатать на плотере, то есть стандартная ширина рулонов от формата А. ИСО, который? Ну да. Просто вводим по проблему то, что есть все станки, которые работают с ИСО форматом, а есть те, которые работают с госфорским форматом, и там гораздо эффективнее влезть уже по... ...делить на листы уже совсем других форматов. И у меня просто было открытие, что оказывается, что уже были станки, которые работают с ИСО форматом, потому что до этого у меня были вообще другие вещи. Но у нас же есть, допустим, лекалы, которые тоже вырезаются на лазерных станках, и там стандартная ширина – это 914 мм. Кстати, по-моему, не стандартная, потому что... Ну, к какому-то еще стандартному принадлежит. ИСО 14 – это не ИСО. Чаще всего это... Ну, что он на воздухах остался? Ну, да. 420, 594, 741 и вот 514. Есть еще довольно часто рулоны на метр 76 мм. Я как раз на таком рулоне чаще всего печатала расписание для бомбона. Тупо потому что... А зачем лишнее отрезать? Ну, да, поэтому возникает такой вопрос. Кстати, очень часто приходят люди в какие-то кофе-центры, печатают плакаты и говорят, вот мне, ну, такой 12А2, напечатайте мне, пожалуйста. И для того, чтобы побольше заработать, кофе-центры... Печатают по рулону, да. Хотя всегда можно сделать по 2. И мы периодически делали... Ну, я для других, например, печатала по 2. И чтобы сэкономить бумагу, но при этом нормально заработать, я там, если большой заказ, делала вот по 2, но продавали по коконному сантиметру по рулону. Ну, просто потому что так проще. А, про ЧПы... На манёвры большие, секционно-гружественные, в какой-то момент мы... Когда у нас на моей бывшей работе появился плотный олечик, мы начали делать это там. Есть такой хороший материал политропилет, но есть один минус. 2 недели, и наклейка превращается в белую какашку. Но на манёвры она, кстати, удобная, потому что она не боится влаги, допустим, и можно в лесу спокойненько побегать, и она не сдирается. Я с обычной бумагой, я тоже не смотрела, как она себя ведёт, вот когда ты ходишь по лесу 2 дня, и всё на мокну. Ну, а раньше это решали ещё и скотчем прозрачным сверху. Так, а мне казалось, что это просто листочки, которые наклеивали так. Возможно, да, просто бумажки обычно, даже не наклейки. А так, вообще, вот эти винилные наклейки, это как раз... Да, это вот вариант. Но винил дороже стоит, чем поле определенных. Ну, с другой стороны, как раз винил, варианты винилные наклейки, это вариант, которые, ну, не доступны наверняка, но их используются, в том числе для автомобилей, то есть для такой очень эффективной среды. Ну, если брать его, то я бы скорее брала на какую-нибудь сувенирку, которая на долгий стол. Кстати, очень... Возможно, как раз метка для заезжающих машин, как и сувенир, и для любителей заклеивать царапинок наклейками, да? Так, по-моему, Бессонец печатал наклейки лунноход или миссуход. Ну, и болтай, и... Да, и такой-то кордукой, наверное. А, ну, да. Я, кстати, на белку как-то делала бейджики тоже способом, когда ламинат... Просто намечатывала кучу листов на довольно плотной бумаге, вырезала их, заламинировала, потом еще раз вырезала, и это значительно упрощает... Ну, это выглядит прикольно, круто, и бейджики не размокают. В итоге кто-то до сих пор ходит с этим бейджиком, или где-то он там лежит, то не такая... Как я забыла бейджик в номере, фигня, которая может размокнуть. И... Выглядит намного прикольнее, чем вот такие бейджики. Если вы не сможете, то есть много штук, конечно, есть опция печаток. Печаток на пластике, но он, по-моему, получается, к сожалению, очень... Вариант получается вечно, но он очень дорогий. Тогда же обсуждалось это, и ребята решили, что бейджик никогда не... Ну да. ...не славился своим большим бюджетом. Ну да, но если я проигрываю, здесь есть важный момент о том, что для таких штук нужно делать скруглитель кая, потому что материал плотный, ее натурально можно порезать, поцарапаться и... Я тогда специально себе купила кусачки, которые вот скруглитель углов. К сожалению, те, которые продаются вот у нас в любом... на зоне на любом рынке, они так для одного-двух. Есть прям промышленные, которые приятный салон берет штук. Это листов 30 номинаций, по-моему. И прикольные, классные. Ну, собственно, к лоду, как я лебедит отхопчатываю. Тоже скругляю обязательно в Крэйн. А вы занимаетесь ли за Крэйн? Вы работаете, наверное, или за Окрафер? Нет. Не понравилось. Сейчас еще начну работать с 3D-принтерами. Боже, как же это круто и прикольное. Как же много можно сделать для приливых выберут с этим. И это в целом-то тоже полиграфия. Мне знакомый из полициях рассказывал, что первый раз, когда им купили 3D-принтер, его отправили на факультет печати, потому что Крэйн – принтер. И он 2 года там лежал, появился. Теперь он до дна-дна устарел. Но он его показывает, как экскурсионат. У меня есть прям практическая идея. В моем маленьком бизнес-очке тоже завязанную полиграфию. Упаковку делаю для моделей, грубо говоря. И уже понимаю, что сейчас будет очень дорого делать упаковку, как раньше, типа там шуберы полноцветные. Думаю, что сделать по-другому. У меня была даже мысль о трафаретной печати. Просто, например, на картонной коробке. Есть какие-то решения, чтобы это выглядело неотстойно? Я, честно, не знаю. Это осенная печать. Есть у меня работа. Ну, я имел в виду, скорее, ручную. То есть нужно сделать некий трафарет из чего, например. Резиновый или из каких-либо других материалов. И какие краски, например, можно использовать для микрогофры, чтобы они не расплывались от воды, например. Ну, любой акрил, то есть он стоит, ну, в формальной копейке. А шаблон далеко печатать из того же пластика. То есть просто, ну, как раз он не умирал, так сказать, как с этого. То есть в целом, в этом концерте не должны быть эти космические деньги. То есть, опять же, если проблема, что вот трафарет будет быть отогрелом, то есть в целом, там, с тратус будет менять фон украя. Ага. И лучше делать водой, не с трафарет, потому что трафарет может от этого немножко раствориться. Да, учитывая, что я все дома буду делать, так что надо аккуратненько. Ладно, буду экспериментировать. У нас трафарет рядом с бывшей работой находится, ну, вот, это не нормально, классно. Заменитый университет, сейчас не помню название, курс дизайна полиграфии, они печатают сейчас у нас, и печатают в том числе коробочки. То есть просто на обычном А4, потом вырезается под нерезком. Там картон вроде бы перерывается до 300-400, примерно. Это все равно маловато. Не забываю, по ценам, ну, как показала практика, по крайней мере, буквально за неделю, то, как все сделалось плохо, те же коробочки, причем с запечаткой формата, вот, на патче 7bc, то есть вот, у себя вся коробочка красивая, подпечатанная, ну, как для нас в той игры, если сохранится ли в Питере, в Москве, и везапно в Твери, то Твери, то Твери, то Твери, то превращается в город Мичтыр. То есть там разница будет полет в два раза. В Питере дешевле? Нет, в Твери. Где? В Твери. В Твери? Да. Ну, вот, конечно. Ну, то есть я сейчас как раз разрешаю, как раз по моему корпусу бизнесу, вот, вот, посещаю большого количества брошюр, ну, или хотя бы большого количества брошюр, чтобы это не было дорого, и начинаю уже додумываться о том, чтобы не залезть в сторону Питера, а залезть в сторону вот, вот, какой-нибудь выручной провинции, если кто-то из Сыри, там, вот, или вот. Угу. А есть какие-то конкретные контракты? Ну, а, значит, может происходить. На счет коробочек, вот так, есть, сейчас у меня очень сложно его выкопать в трубочной, я могу попытаться это сделать, а так, я этого просто сейчас ничего не испорил, потому что, вот, был занят другими вещами, и сейчас, конечно, как раз собирать цены очень сложно, потому что пока по графике делают расчет, это время уже успеют меняться становиться. Ну, да, я понимаю. Ну, да, то есть вот, ты получаешь абсолютно не актуальные цифры. А цифры на звонки, ну, к сожалению, тоже не очень работают, потому что менеджер, который работает с электронной почтой, и, опять же, вот, это дельта времени, она, вот, стреляет себе авторность. Да. Возможно, есть какой-то способ, более активизированный способ общения, вот, может быть, вы подскажете, вот, то, что... Ну, перейду, это плюс московских полиграфик, то, что они выкладывают раскладку, сколько их, что может стоить сразу на сайт. Если очень внимательно читать все эти рассылки, то можно и посчитать самому. Ну, у меня просто в процессе этого выяснилось, что на сайте цены уже не актуальны. А, ну, сейчас вообще нет. Ну, да, 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 вот. То есть у меня как раз, мне уже видно, что у меня полторы недели моей работы как раз в сервисе очень цены, отправились вот в Сападковский. Ну, я некоторым горьким опытом научил, я прям сразу набираю пул, там, типографик, которые мне понравились, например, по сайтам, да, по риторике, и там засылаем готовую макету, говорю, сколько будет стоить. Ну, я прям так же поступал, но, опять же, все отвечают далеко не сразу. То есть, если у него навык чтения электронной почты, вот он еще, видимо, уходил в прошлое, я сейчас объяснить не могу. Нет, это просто 90% бизнеса в России работает через жопу, через реальность, да. Поэтому, если ты отправляешь письмо, там, с макетом, в типографию, и они тебе отвечают, пожалуй, с ними можно работать. А если тебе не отвечают, не перезвонят, то что, ну, и в жопу, ребята не хотят денег. И интересно, что я заметил, что за четырех раз прочитать эти типографии через банальный поиск Гугла, а через Авито, потому что, ну, поскольку, опять же, это вот Russian Business, он чаще складывает деньги в рекламу не в Google, а в этот самый Авито. То есть, например, та же знаменитая печатня в типографии Петербурга, издательство наука, которая должна была умереть в прошлом году, но за счет выливания идеи в дискуссия, он возвратился как Феникс, и натурально через двух вот-три, он находится в Авито очень много, а на Авито он воскакивает просто моментально. Ну, Авито лучше индексируется, значит. Да, то есть, там, ну, я не знаю, как это работает с чем-то связанное, я его говорю, во всех этих севах не очень… Понятно почему, потому что там, скорее всего, домен-то один у Авито, и у него огромная там ссылочная масса, и вот это все, которое автоматически переливается на весь создаваемый внутри контент. В отличие от сайта, который сделан хрен знает когда, хрен знает ночем, и состоит из трех страничек. Быть может, опять же, я не разбираюсь, но точно так же, я не знаю этого существования об Авито, я узнал про него через Авито. Да, я слышал, что многие используют Авито как вообще для чего угодно. Для найма людей, для продвижения там услуг и так далее. То есть, это как бы полноценный, еще один магазин этой же конторы. Все свои работы, за которыми платили деньги, я нашел не через Авито, а через Авито. Вот, да. Ну, кстати, по биографии, и почему они так долго отвечают, возможно, нам повезло, и мы на моей бывшей работе нанимали очень молодых людей, чаще всего это была их первая работа, туда выгодили студенты, и многие из них довольно инициативные. И так, например, у нас появился калькулятор, потому что пришли два программиста, один из них такой, а давайте я вам сделаю калькулятор. Вот у меня есть позиции, я их просто буду вбивать, и сразу готовая сумма. Калькулятор, это вот такой бесценный вещь на… Да. А многие даже тупые раскладки из разрядного турнира, листочки прописаны, где, какой артикул, сколько стоит. И так, каждая позиция, каждый шаг от одного до 50, столько, и у них даже этого нет. Своей интеграционной контролю, правда, связанной с листом Орстяковым, который был совершенно чудесный процесс, который нужно было еще довольно-таки из интервьюального места скачать, и вот эта мысль стояла то, что у позиций в качестве друга стоял уточнить у менеджера. Пишите. Я вспомнила про бейджики в прошлом феврале на игре по Стругарским. У меня была задачка сделать кучу бейджиков, каждый из игроков будет сделать бейджик, и он, по идее, должен был бы носиться еще и в зимнюю одежду. Но при этом у них круто, потому что все-таки мир будущего. И я вспомнила просто наш с работы способ. Также заламинированный лист, по кругу обрезанный, и на него наклеены довольно много контор, которые продают тупо застежки на бейджик с магнитной подложкой. Как показала практика, на зимней одежде он плохо застегивается, но в целом носится довольно просто. И это значительно тоже упростило жизнь. У меня есть вопрос про баннеры. Насколько сейчас баннерная печать осталась дорогим развлечением или она стала гораздо доступнее в плане использования печати на баннерах для фасадов улиц? Или еще чуть-чуть, все еще, не знаю, потому что тоже с баннером ни разу не работало. У меня есть ощущение, что очень много наших друзей или знакомых, и сотрудников из организма движения, он в уфере когда-то есть кучу баннеров, потом они у них лежат на складе эфиляции, их можно даже кто-то забудет. Я буквально на днях печатал какие-то баннеры, когда в телеге вопрошал, кто может их там забрать. У него можно спросить хотя бы, сколько сейчас стоит какой-то конкретный контур. Вот, собственно, в холле, там, где у всех мастеров сейчас стоят два наших баннера, которые, как про эти библиотеки, они у этого баннера для ауралаков, то есть формат 80-200, они вошлись в 1900. Прямо с конструкцией? Нет, нет, без конструкции. Чисто печать в такой конструкции уже была. Как альтернатива баннера, потому что баннер все еще выглядит как баннер, то есть очень издаваемый материал по фактурии, по публикам, есть опция печать по ткани в катере, с которой мы в Сибирске маркет-ш-маркет. У них вообще нельзя делать просто принты на ткани, очень ровно ткани. И, допустим, вот там же у них закатывали эти скатерти, они встали мне в обе скатерти, то есть в высушивании хрона, то есть 145 и длиной дыру, каждый по-моему, по 3,10, с марта 4 метра, они мне встали в 3,700. То есть там, ну это так, большая ткань, и в данном случае я выбирал оксов, то есть на какой-нибудь коленее это стоило бы очень дороже, а есть варианты дешевле на более-таки дешеванских материалах. И эта плинка именно как ткань, то есть настоящая ткань с фруктурой, она не так бликует, и самое главное, то, что прихренили на складе, с них не садится краска. И в целом, а еще эту плинка индукции, для того, если вы учите спешить себе костюм, костюмчик можно выкругом, прямо напечатать на ткани уже просто собрать этот конструктор. И все это с нужным принтом, но тем же, как красивый узел, который у вас был. Это, правда, честно говоря, не здорово, но нужно же для выруки, в том, что для острова-бутовой ткани, и сразу же не для этого. Ну и здесь можно понять, что они печатают, более всего, по... у них фиксирован нацена на печать на метр, то есть вне зависимости от цветности, от сложности. Я могу сейчас даже написать, как называется, но я не вижу. для этого. Мне кажется, что логичнее будет написать, например, в чат дружественно и комфортно. Потому что тогда не придется переписывать. Справедливай. Я немножечко за оптимизацию. Защитный пришел где-то еще пять минут у нас есть. Еще пять минуточек. Стоять. Хорошо. А какие сейчас реальные сроки в типографию? Типа дедлайн на печать какой? Неделя-две. Или можно рассчитывать, что и одним днем? Все зависит от загруженности. Чаще всего дают несколько дней просто, потому что мы достали в очередь. Реально, не знаю, на чем сделать пример. В общем, печать довольно быстрая. Постпечатная обработка тоже достаточно быстрая. Это зависит от того, насколько все сложено. Чаще всего дают среднестатический заказ, допустим, на 200 листовых, делается за час максимум. И все очень спокойно будет. И это не срывается. Прочатая не совсем. Так что, к примеру, я аккуратно при новом году, когда уровень высокой загруженности, я заказывал 50 брошюр, 11 страницах, и при этом не доплачивал за срочность, потому что это был прыжок веры. И мне допечатали робот-сам, то есть в течение рабочей недели. Ну да, так бывает. Но я знаю, что самый высокий сезон – декабрь, и там иногда типографик бывает. Если вы хотите, чтобы мы к новому году успели, давайте там до 25 ноября нам макет причтите, и тогда все будет нормально. Так, я сейчас попросту делаю самку в четок. Да, да, да. Ну, желательно с подписью что это. Да, сейчас. Ну, есть части полиграфии, которые сразу же работают, понимают, что у них по декабрю будет все очень плохо, много корпоративных клиентов, и они под них все забивают. Есть полиграфия, которые этим не занимаются. Ну, набирается, так убирается. Ну да. Вот. И на удивление у нас всегда было то, что… Это второй вариант, когда мы… Мы точно знаем, что в декабре будет жёлтко, но никогда не рассчитывая на будущее. Угу. Очень забавно было работать вместе, где… Ну, мы работали ещё на Палеевском вокзале, ну, реально с Палеевским вокзалом, недалеко от Малочи, как раз. И ты, с одной стороны, постоянно делаешь какие-то крутые, классные заказы, очень дорогие и прикольные, а потом тебе приходит бабушка распечатывает тебе справочку. И ты вот находишься между этими двумя. Угу. Так что конторы, которые не имеют выход на… Ну, там, типа, к ним нельзя прийти, иногда отпечатают намного быстрее, потому что они просто не тратят своё время на приходящих. Да. Какая-нибудь мелочь. То есть, в целом, здесь… Если вы говорите о бумажных материалов, то лучше смотреть на конторы, которые не занимаются всякими левыми штуками, то и находят печати на футболках, на кружках, по всей херням. То есть, опять же, там… Ну, ускоренонаправленно. Целопологично. По моему опыту ещё… К сожалению, только в ненавнее время ещё убили проценты за ночные заказы, но люди, которые приходят ночью, они прям целенаправленно… Они знают то, что ночью… у меня практически… У меня практически нет делала, у меня нет клиентов, и я делаю только заказы. И приходили именно ночью, там напечатали какой-нибудь… Вот, мне нужно десять презентаций. И я за полчаса делаю десять презентаций. Таких прикольных, классных, на пружинке. Вот, и механические. Всё красиво. Ну, тут и обратно бывает сторона, что, наоборот, нам запускают мощности. То есть, у меня были ровно обратные кейсы, что они говорят, что мы запустили на все наши мощности там какие-то веянные заказы, и сейчас терминка просто тут ночью начинает. Ну, да. У меня специфика всё-таки в том, что лазерные принтеры очень прихотливы, и мы тоже сами не знали, из-за чего он не всегда меняется. Цвет. Он может в любой момент полететь. Они довольно старые, к сожалению. И там напечатать больше тысячи за один пресест никто не берёт с того, потому что, ну, у принтера бумаги не хватит, и мы постоянно всё равно нужно будет подкладывать. Хотя, если это обычная бумага, то нормальная. И, ну, не хочется потом платить за свой брак. Получалось так, что часть напечатанного, если ты заходил там за 20%, допустим, общего брака, то он ещё и дополнительно может. Ты печатаешь, у тебя там два метра холста, а потом его неправильно обрисываешь. Ну, и тебя так просто он не спешит. Ну, это так, и жизнь, и телеграфия. Что ещё такого прикольного, пожалуйста, скажите? Я хочу подчинить вопрос как раз с самой дешёвой бумаги, для офисной бумаги. Как она работает с сочинением невестей печатать светлым потёмным, в том плане, что где светлый текст – это светлые бумаги, а чёрный – это чёрный. Бумага просто в офисную бумагу гораздо лучше впитывает краску, и поэтому там для тонких линий можно просто заливать краской сам контур. Какие толщины лучше использовать? Это для стройной печати. А для лазерной назначения не имеет? Вообще всё. То есть можно делать нормальные тонкие линии, которые краской не будут заливать? Чаще всего принтеры. У принтеров есть настройки. Если типография обращается к инженеру, периодически они его поднастраивают, то да, принтер может в очень тоненькие линии, красивые узорчики. Ну и про шрифты, то есть у меня вопрос, чтобы не запомнили, если контрастно белое написано на чёрном, не получить какой-нибудь не читаемое говно. А, ну понятно. Всегда можно попросить цветопробу. Не многие на это соглашаются, но чаще всего просто обогняются. Вот, и потом периодически. А то есть в таких случаях общения, вы имеете в виду просто надавить? Ну, периодически, да. Сказать очень недавание самодёка из-за разрядов. Да, мне нужно посмотреть перед тем, как сделать заказ, как это будет. Давай не проверим, чтобы не вышли косяка. Очень, к сожалению, во многом в нашей стране, если ты не говоришь про то, что есть права на то, чтобы быть качественным правом, то, как тебе и делаю. Примерно на 10 месяцев. Мне кажется, время закончилось. Если хотим, мы можем, наверное, ещё про что-то поболтать. Я, честно, исчерпала свои лимиты. А, нет, наверное, ещё нет. Про лазерную, по крайней мере, печать. При печатье по лазерным тритерам всегда есть белые поля. Очень многие про это забывают. Белые поля, в смысле, если не сделан выросказапресс в макете? Нет, это для всех на печати. Я про техническое белое поле на лазерном тритере тупо, потому что лазерный тритер не может ни в полях. И очень не спасает, например, сделать макет на грамоте, на ещё чём-то. Просто вот включив эти белые поля в свой макет. Нет, с одной стороны, как раз когда я на лазере печатал, хочет ассоциироваться с обязательным закладом обрезаться, там поля как раз не было, потому что всё это было как раз… Какой был размер? Либо ровно опять один не печатаешь на А4, потому что иначе он не вместится, там всё равно будут эти белые поля. Либо СР. довольно часто можно ещё разместить макет на А4, когда всё облезет чуть-чуть побольше. Я думаю, что это тема из-за того, что такое довольно очевидное решение, что если это печатается что-то на листе, которое потом подвержено нарезке, что контур не должно быть чёткой линии, которая ограничивает эти, должен быть какой-то рисунок как на банкнотах, который сплошняком, сдвижка в миллиметр не даст какой-то визуальной погрешности или номера сплошного цвета. У PDF есть хороший плагин, я не помню, как он называется, но он дает возможность подготавливать макеты в печати. И там есть, например, функция, если есть вылеты, можно несколько листов закинуть на один лист, сделать допуски вокруг, если предполагается в макете даже сразу с нужным рисунком, и поставить крометки. Ихать его по краям, и по ним сразу же удобно резать, допустим. А какой плагин называется? И входит ли он в эти плаги? Не знаю, не знаю. Ну, при портировании из иллюстратора, например, там все это настраивается. Но мне иногда очень не хватает такого плагина, потому что он позволял очень быстро, допустим, закинуть кучу мелких файлов в PDF или выкинуть по три странички. Исподать их как-то перелист. И сейчас, не имея это по-другому, периодически понимаешь, что, кажется, мы иногда регрессируем. Собственно, у меня как раз такой опыт был, когда я делал визитки, я сначала сам их все разложил на листе. Опять, я говорю, не надо. Нам просто одну визитку дайте, мы там все сами разложим с метким. А я не знаю. Я считаю, что это возможности, как дурак здесь все, и вот. Да. Королл Дролл, кстати, тоже дает такую возможность. Его можно найти бесплатно. И очень много контора печатает именно в нем в визитке, именно в нем в визитке. Ну, обычно там, в нем используются как раз для сокроводов кружек, ручек или прочих вещей, которые больше печатаются на каких-то вещей, каких-то материалов на бумаге. Так-то у меня больше бумаги, которые они бы просили или ПДФ, или ПТФ, или СУЧА, или СУЧА, или СУЧА, или СУЧА, или СУЧА. Кстати, про ТИФ. Чаще всего ТИФ просят, потому что бриттеры его лучше кушают, и меньше обрабатывают. А ПДФ кручают. Я удивляюсь, почему люди постоянно все еще присылают друг другу на печать джебек и ПГ. Ух! Ну, есть же уже нормальные ПДФ-ки. ПДФ-ки это просто вообще не красота. И опять же, вариант, если всякую логику и прочую штуку, то, конечно, в СВГ это спасают. Да, тоже. Главное разбирать текст, чтобы... Я чувствую, что теперь играет ТИГА. Ну, еще, кстати, в Короле довольно часто уже плотерные всякие, даже отличаются. Да, он в целом универсальный, то есть, может, и... Плохо-плохо, что он очень плохо тоже с иллюстратором, с дизайном и так подобным. То есть... А через ЕПС не передает макету нормально? Там их ухожат. А-а-а. Ну, че все. То есть, это у вас? Ну, он же векторный был. Кстати, почему он с иллюстратором плохо? Ну, то есть, приходится все это приводить в СВГ, уже СВГ там открывать в саторе. Ну, разве что вот так вот. Я просто со временем на работе я пользовался рабочим плотером где-нибудь в основном использовании. И для этого мне как раз приходилось держать как на рабочем компьютере, как и королу, в котором я был с ассенцией, так и свой листартер для того, чтобы там уже печатать свои штуки. Ну, хорошо. Недолгое время приходилось макеты разрабатывать в иллюстраторе, потом через EPS перегонить в корил, чуть-чуть докручивать для того, чтобы лазерная студия скушала. Потом они сказали, все, нам корил уже не нужен, можно просто EPS давать. И Евгер вздохнул свободно. Это была двойная работа практически. Я впервые с королем узнавалась, когда мне нужно было из-за вечебной версии архикад убирать. И я каким-то чудом нашла это первым пределом. То есть у меня были чертежи, я его переводила сюда, потом закидывала в кору, выделяла этот самый кусочек и просто его удаляла, и это какая-то магия. Ты не плачешь за архикад дорогущий, но при этом имеешь возможность нормально продавать свои чертежи. Как классно, что мы живем в сравнении пиратства. Вроде все. Все, что к телепсу не идет. Спасибо. Это немножечко не то, что предполагалось, но на смысле, что... Я примерно так и предполагал, задавать вопросы всякие, поделиться там какими-то своими штуками. Я вынес на себя. Классно, классно. Мне теперь жутко интересно попробовать все-таки с аскольдокарточками. Если я так и доберусь, я надеюсь, я где-нибудь выложу соц.сеточку. Потому что можно. И тогда сделаю на следующем комконе в хачаблице, допустим. Смотрите, оно работает. Что жутко раздражает этот старый метод еще двадцать лет назад. Использовались и все еще. В 21-м видео. Спасибо. Спасибо. Спасибо.